Четвёртая причина. Четвёртая причина. Принятие Евангелия. И потом, я думаю, на доске мы тоже напишем, уже ребята напишут при редактировании курса. Принятие Евангелия сопровождается исключительными переживаниями. Принятие Евангелия сопровождается исключительным духовным опытом. Это начало третьей главы послания Галатам. И принятие Евангелия сопровождается исключительным духовным опытом. Обратите внимание на то, что это только четвёртая причина. Обратите внимание на то, что основополагающие причины исключительности Евангелия мы уже заложили, основы уже понятны. А исключительный опыт сам по себе мало что дает. Исключительный опыт может быть совершенно недуховный. Моя дочка хотела на 16 лет получить подарок. Какой? Доченька, какой тебе подарок? Что ты хочешь? Мобильник? Не, не хочу мобильник. Айфон? Не, не хочу айфон. Слава Богу, что-нибудь подешевле. Платье? Не, не хочу платье. Что ты хочешь, доченька? Хочу с парашютом прыгнуть. Я выяснил потом, что можно прыгнуть с инструктором и не под таким маленьким зонтиком, а под крылом, под большим парашютом, но лететь с высоты 4000 метров с самолета с этим самым инструктором, под этим парашютом. Не знаю, мне это не понять. Подарок к дню рождения как возможность выброситься с самолета что-то в меня это дело не умещается как-то. Вот в нее уместилось. Я говорю, ну ведь ты же потом все забудешь. Ну нет, говорит, помнить буду, там фотографии сделаем и так далее. И вот, ладно, поговорили мы с женой, помолились на эту тему и решили, пусть прыгает. Поехали с ней. А тут аэропорт, аэродром. Ее там проинструктировали. Повязали, завязали. Понятно, что там люди делают на этом бизнес. Вот. И, значит, сиганула. Она с 4000 метров с этим самым инструктором. Она прилетает? Я говорю, как? Она говорит, здорово, но я думал, будет круче. Я думаю, зачем мы только что потратили день нашего времени и некую сумму денег? Здорово, но я думаю, будет круче. Есть немало переживаний, по поводу которых можно сказать, да, здорово. Но эти переживания никак не ведут к нашему духовному совершенствованию. Эти переживания никак не ведут нас к вечной жизни. А жизнь со Христом одна из ее особенностей, как вы это отлично знаете. Это не просто Христова жизнь, которая в нас есть, да, это жизнь вечная, которая начинается уже сейчас. Вот земные переживания очень часто так, здорово, но я думал, будет круче. И все же четвертая причина, и Павел об этом напоминает, ребята, вспомните, как вы горели в Господе. Галаты, глупцы, кто вас сглазил? Вы же, казалось, собственными глазами, в виде глазами видели распятого Христа, когда внимали моей вести. Об одном вот только хочу у вас спросить. Вы получили дух, потому что исполняли закон, или потому что, услышав радостную весть, поверили? Неужели вы так глупы, что начали с духа, окончаете людскими уставами? Или все, что вы пережили, пустой звук, быть не может? Или все, что вы пережили, пустой звук? Каждый из нас помнит момент своего покаяния, если бы было настоящее покаяние. Каждый из нас помнит, особенно первые месяцы своего хождения в Господе. Очень приятно, очень здорово говорить с христианами, которые с жаром в глазах и в голосе, жестикулируя, выразительными интонациями, рассказывают о том, как Бог их любит, о том, как Бог их призывает, о том, как вот я был на конференции, я видел, я слышал, я подумал и так далее. И вот Господь мне сказал. Это особое переживание. Евангелие уникально именно этим переживанием. Это одна из черточек. Кто-то скажет, ну да, но ведь и человеческая весть бывает уникальна, пойди на рок-концерт, тоже будет тебе переживание. Но то переживание не меняет жизнь навеки. И самое главное, то переживание не приносит освобождение. Оно, кстати, жизнь навеки может изменить в худшую сторону, а то освобождение оно точно не принесет. Подлинно, настоящее освобождение. Уникальность Евангелия это в переживании покаяния. Следующая причина уникальности Евангелия. Другого, другого, такого Евангелия нет. Евангелия уникальна, потому что оно засвидетельствовано Святым Духом. Евангелие уникальна, потому что оно засвидетельствовано Святым Духом. Святой Дух, работая в нас, свидетельствует нам о том, что мы чадо Божие. Вот об этом он начинает разговаривать, Павел начинает беседовать в третьей главе. Он говорит, начали с Духа, окончайте людскими уставами. Как вы можете отвергнуть служение Святого Духа? Святой Дух действует в человеке, когда человек видит и слышит Евангелие. И это свидетельство Святого Духа, кстати говоря, и есть составная часть, важная составная часть переживания покаяния. Мы переживаем это особое состояние, потому что в нас начинает работать. Святой Дух. В нас действует Святой Дух. Следующая причина, которая относится прежде всего к людям из иудейства, к иудеям, к евреям, заключается вот в чем. Евангелие учит оправданию по вере, но этому же учит и книга бытие. Евангелие, как и книга бытие, или как и книга бытия, учит оправданию по вере. Настоящая Божия Евангелие. Потому что еще до закона Бог заключил завет с Авраамом. Обещания были даны Аврааму и семени его. Не написано семенам во множественном числе, об этом третья глава послания к Галатам, но семени. Закон пришел через 430 лет после завета Бога Аврааму. Завет как завещание, составленное по всей форме, по всем требованиям закона, по всем требованиям, по всем правилам. То, что пришло после, не может отменить завещание. Бог даровал обещание Аврааму по вере. Закон же пришел уже потом. И Павел уходит немножко в сторону. Он объясняет, зачем пришел закон. Павел объясняет, что закон пришел для того, чтобы стать нашим детоводителем ко Христу, нашим как бы педагогом, показав нам, кто такие мы и каким образом освобождает нас Христос. В 13 стихе 3 главы апостол Павел дает ответ на вопрос, который у нас завиз еще с прошлого раза. Помните, я говорил о том, как трудно было апостолу Павлу принять, что Христос Мессия. Помните, самая главная проблема? Христос умер на древе, проклят всякий висящий, всяк висящий на дереве. Мы читали в книге Второзакония. И Павел не мог понять, как это тот, кого называют Мессией, при этом проклят Богом. Или наоборот, как того, кто проклят Богом, причем явно проклят Богом, могут называть Мессией. В 13 стихе 3 главы послания к Галатам апостол Павел дает, наконец, ответ на этот вопрос. А Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано проклят тот, кто казнен на дереве. Все это было для того, чтобы благословение, обещанное Аврааму, через Христа Иисуса было дано язычникам, чтобы и мы получили обещанный дар Духа за веру. С точки зрения Иудея язычники прокляты по определению, потому что они вне Божьего народа. С точки зрения закона любой Иудей тоже проклят, он же не может исполнять закон. И вот это они понимали, не случайно жертву приносили. Ежегодно, а то и чаще. Они понимали, что за преступление должно быть наказание, должна проливаться кровь. Значит так, язычники прокляты, потому что они вне закона, евреи прокляты, потому что закон исполнять не могут. И те, и другие находятся ровно в одном положении. Приходит Иисус и Савву по юности своей, по молодости своей, не может понять. Как-то так, он, висящий на древе, проклят, но при этом винуется мессией. Это нестыковка. Не может такого быть. Но потом Господь Павлу открывает. Оказывается, он проклят за нас. За кого? Из иудеев, из и язычников. По этой самой причине нет разницы. Потому что без Бога одни прокляты вне закона, другие прокляты по закону. Мы к этой мысли еще подойдем, разбираясь с посланием к римлянам. И вот ответ на вопрос, который мучил Павла. Как мессия может быть проклят? Как сочетается и то, и другое в одном и том же человеке, в данном случае Сыне Божьем. Итак, Евангелие уникально, другого такого Евангелия быть не может. Мы с вами говорили, потому что оно подтверждается Святым Духом и потому что оправдание, евангельское оправдание дается по вере. Как говорится, в Евангелии, Евангелие этому учит, и этому же учит книга Бытие. И тут Павел как бы отступает от этих причин уникальности Евангелия. Он говорит о законе, о функциях закона, 19 стих 3 главы. Для чего же тогда закон? Мы то думали, что законом оправдываемся? Нет. Он был добавлен в связи с преступлениями. Он действовал до тех пор, пока не пришел потомок или семя, к которому относятся обещания. Закон установлен через ангелов и с помощью посредника. Но посредник нужен только там, где есть две договаривающиеся стороны. Бог же один. Так значит, закон противоречит обещаниям Бога? Ни в коем случае. Ведь если бы люди получили закон, способный давать жизнь, их оправдание, конечно же, полностью зависело бы от исполнения закона. Но Писание говорит, что все во власти греха, так что обещание дается только через веру в Иисуса Христа и только тем, кто верит. Итак, функция закона не в том, чтобы оправдывать. Закон по определению не может дать жизнь. В другом курсе я приводил вам пример. Вряд ли преступник сможет стать праведником, находясь в тюрьме и читая там уголовный кодекс. Сидит мужик в тюрьме, прочитал несколько раз уголовный кодекс и понял, как ему жить надо. И не просто понял, как ему жить надо, а в сердце произошло изменение, и он вышел из тюрьмы совершеннейшим праведником, у которого со сердцем тоже все в порядке. Нет, читая уголовный кодекс, он поймет, насколько он виноват, он будет искать лазейки, чтобы доказать, что он не виноват, но жизнь он не получит. Вот так и с законом. Закон не мог давать жизни. Закон как указатель на то, кто мы такие, на нашу неправедность пред Богом. Закон как указатель на Христа. 26 стих 3 главы. Обратите пожалуйста внимание, что Павел обращается к христианам и из евреев и из язычников сразу, не разделяя их. Ведь все вы через веру сыны Бога в единении со Христом Иисусом. Крестившись, чтобы соединиться с Христом, вы облеклись в Христа, то есть оделись во Христа. И нет уже ни еврея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Вы все одно существо в единении со Христом Иисусом. Я недавно читал статью, в которой автор объяснял библейское основание одежды юнисекс. Совершенно серьезно объяснял. Библейское основание было Галатом 3 глава 28 стих. Раз нет больше ни мужчины, ни женщины, значит понятно, да? Разделение на женские джинсы, мужские джинсы, даже такое разделение. Оно неправильно, в принципе. Все должно быть единое, все должно быть общее. Лет 40 назад такие же статьи писали, и с тем же обоснованием писали статьи, объясняя, что мужчины и женщины имеют те же возможности, что нет такого понятия, как главенство мужчины в семье, как лидерство мужчины в семье, в какой-то семье глава папы, в какой-то семье глава мамы, это нормально, в какой-то церкви пастор мужчина, в какой-то церкви пастор женщина, это нормально, в какой-то динаминации глава мужчины, в какой-то женщины, это нормально, то есть юнисекс полный такой, и ссылки на Галатом 3 глава 28 стих. Я не буду сейчас говорить подробно по поводу этих конкретных вопросов, скажу лишь, что в контексте Галатам 3.28 не говорит о внешнем виде и не говорит о служении в церкви. Галатам 3.28 говорит о том, что в вопросах оправдания нет уже ни иудеи, ни язычника, ни мужского пола, ни женского. Потому что иудеи и язычники в равной степени грешны. Потому что и мужчины и женщины в равной степени грешны. А иудейские учителя в то время спорили, кто грешнее по определению, мужчина или женщина. Приходили к тому, что все-таки женщина, потому что больше согрешила. Значит, и оправдать женщину сложнее. И если какие-то ситуации происходят, то виновница по умолчанию женщина, даже она более грешна. Вот Павел и пишет. Нет, ребята. В состоянии пред Богом, нашей греховности и в нашем оправдании между нами, между мужчинами и женщинами никакой разницы нет. Это продолжается вот это его отступление немножко в сторону. А если вы Христовы, значит вы потомки Авраама и наследники того, что обещано. Помните, вы говорили, что уже Ветхий Завет говорит об обещании. И вы, независимо от того, иудеи вы или язычники, вы уже попали в обещание. Вы наследники Авраама. Надо для этого обрезаться? Зачем? Это совершенно не требуется. Четвертая глава, он приводит пример. Он рассказывает о том, как наследник, ребенок, вроде бы всем владеет. На самом деле до определенного момента не владеет. Есть у него детоводители, есть у него педагоги, которые ведут его. Которые отвечают за него. Потом он вступит в права. Когда-то мы были такими детьми. Теперь настала полнота времени. Причем детьми были иудеи, и язычники. Только детство проникало в разных условиях. Восьмой стих. «Некогда вы, не зная Бога, были в рабстве у богов, обращается он к язычникам, которые не боги вовсе. Но теперь, когда вы узнали Бога, вернее сказать, когда Бог узнал вас, неужели вы снова хотите вернуться к этим бессильным и жалким стихиям? Обратно к ним в рабство? Вы соблюдаете какие-то дни, месяцы, времена и годы? Боюсь, мои труды у вас пошли на смарку», говорит он. Он говорит об уникальности Евангелия. Опять-таки об уникальности Евангелия. Евангелие уникальны тем, что путь назад после принятия Евангелия выглядит глупостью. путь назад после Евангелия выглядит глупостью. Понимаете? Когда вы отведали кухню, отведали угощение на приеме у британской королевы, вас уже в Макдональдс никакими гамбургерами не заманишь. Ну, просто запах будет отвращать. Когда мы по-настоящему вкусили радость общения с Богом, обратно идти уже не хочется. Даже если приходит искушение, даже если приходит испытание, говоришь, Господи, дай мне силу. Может, я обратно не хочу. А вот если наше христианство было лишь минутным переживанием, или лишь данию моди, или лишь желанием ну, как-то вот сыграть роль христианина, и убедить самого себя, что я все-таки же верующий человек. Но подлинного перерождения в нас не произошло. вот тогда порой путь обратно покажется очень заманчивым. Одна женщина в разговоре как-то сказала мне, а женщина-то была в церкви, была уже довольно давно в церкви, даже в каком-то служении участвовала. Она говорит, послушайте, пастор, как мне надоело быть христианкой, как я хочу быть просто женщиной. Я смотрю на нее и говорю, послушайте, а что, христианкой быть тяжело? Она говорит, я уже замучилась. Я говорю, знаете что, у меня для вас есть хорошая новость и плохая новость. Давайте я пока начну все-таки с плохой. Вот мне кажется, хотя судить я окончательно об этом не имею права, что вы пока никогда не были христианкой. Оттого и мучаетесь. А хорошая новость заключается в том, что покаяние, настоящее покаяние, доступное вам. Только обратитесь к Богу, перестаньте корчить из себя христианку. Честное слово, некрасиво получается. Перерыв 10 минут. Субтитры создавал DimaTorzok